Скажи что-нибудь, ну скажи что-нибудь Иди в баню со своей камерой Вот тут уже сидит Ну а пока мы собираемся У нас сегодня маршрут Мы планируем остановиться На ночь около Олексина Давайте я не буду вам мешать А то вы стесняетесь, Саша, вообще ничего не делать Вот, кстати, скептики, которые Мне писали в комментариях, что А, какие дураки используют чайничек в походе Вот, чайничек Он на самом деле офигительно удобный Вот чисто пить чай Бесподобно Не в сложных, конечно, ПВД Но вернее, как раз ПВД отлично В сложных походах, наверное, нет А вот ПВД идеальный вариант Ну, мы пойдем Мыть руки Да, он Макс говорит, что единственную посуду Которую они взяли в поход, когда они шли Тренировались без еды Это был чайник Тоже вариант Вот Ну, что хочется сказать У нас маршрут примерно 160-170 километров Причем жестко по времени Потому что электрички у нас уезжают в определенное Мы сначала хотели проехать Калуга-Тула Но потом немножечко изменили маршрут И в итоге у нас маршрут заканчивается в Серпухове Начинается в Калуге Мы заедем в пещеры Будем там запихивать Леху Который впервые в жизни будет Ну, это не пещера Вот Ну, вернее, пещера Где они находятся, я не скажу Потому что, ну, просто не хочу, чтобы вы туда полезли без подготовки Поэтому оставайтесь на канале Во время поездки мы будем делать интересные съемки Покажем, что да как Ну, и, может быть, какие-то моменты расскажем Я Алексей С вами Outdoor Time Поехали За спиной у меня находится Калуга Мы на берегу водохранилища На дальнем встали Вот, на самом деле, офигенное место для ночевки Вроде отъехать от Калуги всего ничего от станции Но при этом вы как бы оказываетесь вот в таком потрясающем месте Где можно спокойно постоять Людей вообще не встретили Очень удобно Приехали мы сюда в 2 часа ночи А еще там было просто адовое количество клещей Впервые в жизни видел настолько плотную концентрацию этих тварей на 1 квадратный метр Макс и Сашка оказались очень вкусные для них А вот Лех они как-то не оценили И, кстати, вот такой вот небольшой лайфхак Если вы едете в ПВД, чтобы в субботу утром рано не вставать, не выспавшимся Лучше выспаться на месте Поэтому самый лучший вариант, если вы едете с велосипедами На последней электричке сесть до нужной станции Обычно даже в пятницу вечером на последнюю электричку вы всегда сядете Исключение, по-моему, Владимирское направление Последнюю Владимирскую вы хрен сядете Она что там в районе часа пика уезжает А вот Калужская уезжает пол-одиннадцатого А вторая пол-двенадцатого То есть там можно в карты играть То есть очень много свободного места и проблем никаких нету Очень клевое место Запомните, что сразу за Калугу отъезжаете в сторону Москвы вдоль Аки И вот это водохранилище спокойно можно стоять Очень удобное место Для тебя это, по сути, первый поход Первый Не пошли, а самый настоящий, первый Самостоятельный поход Еще и вело к тому же Еще и вело с рано С элементами спелеологии Ну, это ты пока еще не пережил Так что рано говорить Может быть, ты уже это Ты не переживешь Да-да-да Расскажи свои впечатления о пройденном предыдущем дне Сначала тяжко было очень Там, по-моему, на четвертом километре была уже такая резкая горка Большая И крутить педали с рюкзаком То есть, ну, помимо себя ты везешь еще баул тяжелый Я сразу сдох То есть, не сразу У меня там сердце застучало Я думаю, ооо, куда вообще я поехал А потом нормально Потом у меня с собой музыкальная колоночка Я включил музон Меня прямо это промотивировало Я начал получать удовольствие И вот эта вот дорога для меня Для меня, она уже стала Как правильно сказать Мне уже стало в кайф То есть, я хотел куда-то за этот поворот уехать Знаешь, что там еще поворот Я хотел за него заехать И я просто крутил педали Прям с такой силой Что достаточно быстро мы добрались До пересечения Да-да, переехал как-то Пересеченной местности И там уже начался трэш Там уже пошли кочки Камни Первые наши перевалы Где надо было Слезать с велосипеда Все это через речки Спустя полторы тысячи километров На контактах Я впервые упал Не успев вовремя выстегнуться Да и то в этом отчасти Виновата покрышка Кэнда Хэппи Медиум Редкостная дрянь Которая на песке Наклонном и твердой почве Сыпучей Просто вообще ни хрена не держит Но об этом уже вышел выпуск Давай, вел Вел подавай, а не Схерней страдай Слаженная работа блогеров Давай, следующий Ну вот Слушай, айфон герметичный? Леш Не надо это проверять Придерживайся? Придерживайся Да, да Отпускай Сильный Леха Привет с вами, сильный Леха Момент истины Макс, не время отдыхать Ну чё, как? Устал? Нет Блин Ну конечно, подъем не пойти Нет, подъем не пойдет Ну что ты, моя цель Для кадра Самый красивый кадр Ой, я видел опасную лаву Скажи чё Тебе нравится? Нет А? Да Там мы видим Максима Павлова и Алексея Ермоченко Которые идут к нам Да, вот Он тоже с GoPro Мы находимся Надеюсь, ветер не сдувает Да Мы находимся На берегу реки Оки Сейчас мы будем Ломиться Вот в те заросли Как бы Дорога до сюда доходит А дальше все Так что сейчас начнется Самое интересное Круто, круто Прямо У меня уже эндорфинника Все это подскочило Удовольствие зашкаливает Посмотрим, что он скажет Когда мы до пещеры доедем Там, где интересно Дороги нет Блин Вот самое смешное Самое интересное Самое запоминающееся Как правило Происходит там, где нет дороги Ну, когда едешь на велосипеде Это прям Самое такое Вот ощущение Которые никогда не забываются Больше всего Меня впечатлило В этой поездке Это отсутствие мусора Вот выезжаешь куда-нибудь В Подмосковье Там просто горы Мусора Где бы ты ни был Вот ты едешь Вдоль Москвы реки Там мусор 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 А тут едешь И все чисто Все аккуратненько Все очень вежливые Все рыбаки здороваются Туристы Приятных слов говорят Вот реально Впервые такое встретил Настолько теплое отношение Так близко от Москвы Очень было приятно Всем рекомендую ездить По этому маршруту Это да Это реально То есть Были маленькие эмоции Тебе это понравилось? Да Это определенно Впечатление хорошее Определенно будет Что потом вспомнить А то мало ли Так В момент перебрасывания Стоишь так Нахрена Я с вами поперся Тварь Ну и чем-то того Не ну вот Когда вот уже Последний раз Мы перебирались Через маленькую эту речку У тебя такой крутой овраг был Я реально думал Блин ну нафига Ну там можно было Объехать Зачем Вот Но когда уже перебрались Вот потом я уже понял Зачем Потому что Когда ты перебрался Ты вот как будто Вершину какую-то Покорил Ты прям Йес Вот это того стоило А когда ты туда вниз смотрел Думал Блин ну зачем Если можно обойти Вот Поэтому я рад Что мы пошли Все-таки вниз Что еще И сама Сама просто Атмосфера Вот эта вот Когда ты пройдешь Весь этот путь За день Ты усталый Садишься Там у костра Делишься своими впечатлениями Это здорово Тогда ты реально Душевно отдыхаешь Поэтому Я остался очень доволен Даже Ну По истечению пока Только одного дня И если мне допустим Ты позовешь мне еще раз Я еще раз поеду Конечно позову Куда ты денешься Ходите в походы Ездите в походы На чем угодно Хотя бы Куда-нибудь Как-нибудь С кем-нибудь Ходите и делайте это И зовите других собой Короче Остановились мы На берегу реки Оки В очень живописном месте Сейчас будут фотографии Сегодня уже воскресенье В общем Мы короче Поехали не по асфальту А по таким местам Знаете Там где интересно Асфальта нет Поэтому у нас Километраж сильно упал Мы по запланированному Маршруту не поехали Но зато мы проведем Время с большим удовольствием Посетим тут Пещерки Каньончик Такой очень красивый Очень живописный Так что Проведем время Тоже с пользой Посещение пещерок Требует Как бы Навыков Некоторых Знания безопасности И подготовки Пока Макс полез Знакомиться с пещерками Он здесь ни разу не был Я вот прогуливаюсь вдоль склона Такая неожиданная находка Смотрю на земле Лежит прямо на тропинке Значок Поднимаю значок А тут Калуга Неожиданно Пока Макс У меня на заднем фоне Залезает Расскажу историю А Тебе хочется Чтобы Это Ну Собственно Пока Макс там Расскажу историю Пустил я его В другой вход Их тут несколько Только отошел Догоняет меня Макс говорит Я короче тут зашел А там вход такой большой Он не прогибаясь Практически заходит Вот Я говорю Зашел А там два велосипеда Состегнутых Два человека спит То есть на улице Ночью было плюс 13 Ребята пошли туда Начинать где холоднее Не понимаю фишку Но прикольно Знаете Приезжайте вы на берег Реки Аки Достаточно далеко До деревни А там короче Люди с велосипедами Спят на проходе Интересная ситуация Я решил изменить Свои планы Поэтому в конце выпуска Или где-то Ближе к концу Чтобы была интрига Досмотреть до конца Я укажу координаты Место Где мы стояли Там действительно Красиво Офигенно Маршрут Просто потрясающий Скорее всего Ссылка будет В описании На эту карту Либо я прикреплю Фотографию Маршрута Так сказать Нарисованную Так что Вот вам интрига Досмотреть до конца Но большая просьба Вот все-таки Крайне аккуратно Ходить А лучше без подготовки Не посещайте Каменоломни Потому что реально Это небезопасно И мне не хочется Чтобы кто-то там погиб Живите ярче Ребята Живите ярче Ну как впечатление первое Стремно Точнее Ты ползешь Ну все как тип-топ Но как только Тебя в голову Закрадывается мысль Что все это держится На соплях Причем даже Не на твоих соплях Становится стремно И сразу Начинаешь взвешивать Полученное удовольствие От риска Чем ты занимаешься Вот Но попробовать Я бы все-таки Рекомендовал бы Единственное Только Это пробовать надо Как я сделал С людьми Которым С людьми Которыми В этом разбираются Один бы я бы в жизни Не полез бы сюда Даже если бы мне Приложили Нную сумму денег Вот Все-таки Надо лазить С людьми Которым ты доверяешь Которые понимают Вообще Смогут трезво Взвесить Уровень опасности Подстерегающий тебя На каждом шагу И вот Наконец Мы все-таки Двинулись В обратный путь В связи с тем Что нам Не получилось Пройти маршрут Так как мы хотели Мы очень медленно Ехали по грунтам Да и собственно В принципе Мы поняли Что мы не проедем Этот маршрут Мы не будем рваться Да и по асфальту Неинтересно Поэтому мы уехали На грунты Проехали по километражу Не так много Зато посмотрели На потрясающие виды Прокатились По офигительным местам В общем В целом Не пожалели совершенно Поэтому обратно Мы двинулись До ближайшей станции Железной дороги Там сели На дизельную электричку Впервые такую видел И собственно говоря Вернулись обратно В Калугу В итоге Мы проехали Порядка ста километров Маршрут выдался Очень интересным Очень насыщенным И очень красивым Рядом с нашей стоянкой Был офигительный каньон Рядом с каньоном Есть родник Собственно Координаты каньона Сейчас покажутся на экране Я рекомендую Съездить Посмотреть Координаты Места Где мы повернули С асфальта На грунт Тоже сейчас появится И дальше мы ехали Исключительно по грунтам Вдоль реки Дорога везде есть Мы просто сделали Трудный маршрут Поэтому лазили через ручьи Объехать всегда можно Крайне рекомендую Этот маршрут Очень красивый И интересный Ну а в конце Будут фотографии каньона Расскажите Интересен ли вам Такой формат проведения И делать ли Больше таких выпусков Если да Я с удовольствием Буду рассказывать И показывать Интересные маршруты И какие-нибудь Поездки Ну а я Алексей Рассказывайте друзьям Ставьте лайки Подписывайтесь на канал Бай Субтитры сделал DimaTorzok